всем добрый день это канал деды класс и с вами андрей щетников я собираюсь сейчас разобрать решение задачи из ролика ариометр когда вы выложили на прошлой неделе решение задачи вес песочных часов мы увидели сколько откликов она вызвала и горько пожалели о том что не делали этого раньше и вот даже та арифметическая ошибка которую я сделал в конце забыв умножить минус на минус нас теперь не остановит а сейчас я рассчитываю на то что вы еще раз раскроете ролик ориометр вот на него ссылка и пересмотрите отрывок с мультипликации где на основе закона архимеда объясняется как работает этот прибор а потом доберетесь до заданного в конце ролика вопроса и еще раз над ним задумайтесь ну и кстати некоторые люди в своих комментариях на ютубе написали совершенно верный и развернутый ответ но неправильных ответов все-таки было пока больше но я думаю так потому что не надо писать ответ сразу а лучше запомнить вопрос потом вспомнить о нем снова открыть ролик еще раз и только теперь кратко описать то что вы думаете не спешите а теперь давайте перейдем собственных решений ну и так в конце ролика мы спрашивали почему когда плотной жидкости меняется от 1000 до 1010 расстояние между отметками на шкале больше чем когда плотной жидкости меняется от 1070 до 1080 некоторые люди говорили что возможно это происходит из-за того что трубка не цилиндрическая а коническая но я должен вам сказать что цилиндрические трубки изготавливать гораздо легче чем конические и почему бы цилиндрическую трубку не сделать зачем она здесь коническая нужно так что этот ответ не принимается а все дело в законе архимеда который говорит вспоминаем кусочек из фильма что масса плавающего в жидкости тела обозначимы равна произведению двух величин плотности той жидкости в которой это тело плавает и объема подводной части плавающего тела ну а теперь я вы выражу объем через плотность массу ориометра а масса у нас постоянно она не меняется от испытания к испытанию поделена плотность чем больше плотность тем меньше объем ну и изобразим это на графике связать между собой плотности жидкости и объемы погруженной части ну и графиком будет гипербола плотность растет объем уменьшается а теперь я расставлю отметки плотности вот у нас была отметка 1000 и объем был самым большим потом мы перешли к отметке 1010 и объем несколько уменьшился а потом в другом месте шкалы вот была отметка 1070 а вот мы по плотности сделали такой же шаг на 10 единиц и получается что у нас есть два одинаковых приращения плотности ну а теперь мы смотрим на приращение объема но уже из самого вида графика без выкладок видно что приращение объема при малых плотностях будет больше чем приращение объема при больших плотностях и это собственно говоря и есть ответ задачи кто дал именно такой ответ ну тот большой молодец ну и я рассчитываю на то что все вы будете более внимательными вы будете понимать что задачки которые мы даем они правда серьезные некоторые проще некоторые гораздо сложнее но все равно над каждой из них требуется немножко подумать подумать это дело хорошее и спасибо вам всем большое за внимание теперь мы точно будем заниматься тем что регулярно выкладывать решения к тем вопросам которые мы даем ну правда не ко всем но будем стараться всего хорошего